Всем привет! В этом ролике мы с вами свяжем оригинальный снуд. Здесь справится и новичок. Вяжется очень просто. По сути своей это просто прямоугольник, сложенный определенным образом. Мы будем вязать универсальный размер на взрослого. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать из такой пряжи. Альпака Супер Софт. Новинка от Газал. Очень интересная пряжа. Самостоятельная. Нить с длинным борсом. Здесь в мотке на 50 грамм 140 метров. В составе немножко полиамида, береносовая шерсть и бэби альпака. Очень нежная пряжа. Совершенно не колючая. Тактильно очень приятная, мягкая. Отлично подойдет для вязания теплых зимних изделий. Мой цвет 104. В палитре пряжи очень приятные, неброские оттенки с эффектом меланжа. Из этой пряжи мы свяжем оригинальный снуд. На него у меня ушло меньше одного мотка. Изделия из этой пряжи выходят очень нежными. По своей сути данный снуд это прямоугольник. Ширина 30 см, длина 45 см. Я вязала снуд на спицах номер 5. Для начала мы вяжем образец и измеряем плотность. Высчитываем сколько петель у нас в одном сантиметре. То есть вот моя ширина снуда 30 см. Вяжется прямоугольник и потом сшивается определенным образом. Итак, на спице номер 5. Обычным способом я набираю наши 38 петель. Плюс 2 кромочные. То есть всего 40 петель на спицах. Мы разворачиваемся. Будем вязать поворотными рядами. Первую кромочную всегда снимаем. И все петли провязываем лицевыми за переднюю стенку. Как в первом ряду, так и в последующих. То есть снуд наш связан платочной вязкой. При вязании поворотными рядами все петли в каждом ряду провязываются лицевыми. Довязали ряд. Последнюю кромочную провязываем изнаночной. Разворачиваемся. Снова первую кромочную снимаем. И вяжем все петли лицевыми за переднюю стенку. Таким образом будем провязывать каждый ряд. Всего нам надо провязать 45 см. Я провяжу 106 рядов в высоту. То есть сформируется у меня 53 ребрышка платочной вязки. Итак, мы провязали нужную нам длину и ширину. Напомню, ширина 30, длина 45. После этого нам надо закрыть петли. Закрывать будем самым обычным способом. Первую петлю снимаем. Следующую петлю провязываем, накидываем на нее предыдущую. Закрыли первую петлю. Следующую петлю провязываем лицевой, накидываем на нее предыдущую. Снова провязываем лицевую, накидываем на нее предыдущую. Таким образом закрываем все петли до конца ряда. Туго петли не затягивайте, чтобы полотно у нас не стянулось. В конце ряда мы вытягиваем петлю подлиннее. Этот конец нити оставим для сшивания. Итак, вот наш прямоугольник, получившийся. 30 на 45 сантиметров. И складываем мы снуд вот таким образом. Длина вот этой части, шва, должна быть равна 1 трети ширины снуда. Ширина 30 сантиметров, соответственно шов здесь должен быть 10 сантиметров. Оставшийся длинный конец нити вставляем в иглу с широким ушком и сшиваем снуд справа налево. Делаем соединительный стежок, подхватываем кромочную с одной части детали и с другой. Далее будем сшивать, подхватывая кромочные. Под одну кромочную иглу вводим, под второй выводим. С одной стороны снуда, с другой то же самое. Под одну кромочную вводим под обе стенки, под другой выводим. Протягиваем нить, подхватываем кромочные, с одной стороны и с другой. Таким образом выполняем весь наш шов. Я заканчиваю сшивать нут. В конце ряда сделаем соединительную петлю и завяжем вот эти два конца нити в узелок. Далее уведем их с изнаночной стороны вдоль шва. Вот такой аккуратненький шов у нас получается. Так он выглядит с изнаночной стороны. Дальше я выворачиваю снуд наизнанку. И складываю вот таким образом. Подгибаю. Здесь у нас задняя часть снуда. И здесь красивая передняя. Снуд готов. Отправляем его на ВТО. Я стираю машинки на режиме ручной стирки. Сушу на горизонтальной поверхности в расправленном виде. После ВТО пряжа преображается, становится еще мягче, нежнее, шелковистее. Носить изделие из этой пряжи очень приятно. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.